Приветствую друзья! Сегодня хотелось бы поговорить об очень необычном английском токарном станке знаменитой компании прошлого века Wilson. В свое время данная компания была известным английским производителем и базировалась, как и многие другие станкостроительные компании в районе Галифакса в Йоркшире. Гордый девиз Wilson гласил «We know about Mac Leads» – «Мы делаем только токарные станки» или «Мы не делаем ничего, кроме токарных станков». Фирма была основана в 1897 году тремя безработными инженерами Джордж Уилсон, Эдвин Баркер и Фред Смит, и начали они, как и многие другие, до и после них с аренды неподходящего помещения. В их случае в слишком темном подвале под складом за 5 шиллингов в неделю. Банковский кредит в 100 фунтов стерлингов помог новому предприятию Смит, Баркер и Уилсон покрыть неизбежные расходы на запуск их предприятия, а одному из троих удалось убедить одолжить свой личный токарный станок для использования компании. Будучи не в состоянии позволить себе большее количество оборудования, они сначала использовали токарный станок плюс некоторое количество металлолома, чтобы изготовить строгальный станок и горизонтальную сверлильную машину, что значительно расширило тип и размер работ, которые они могли выполнять. Их первым коммерческим продуктом был хорошо принятый, хотя и совершенно обычный токарный станок, и его успех заставил их сконцентрироваться на этом конкурентном сегменте рынка. К 1902 году они переехали из подвала в часть ткацкого сарая, где качество освещения должно быть значительно улучшилось. Во времена до появления электрического освещения фабрики нуждались не только в больших окнах, пропускающих как можно больше дневного света, но и, если рабочий день был длинным, в помещении, выходящем на юг. Оборудовав новое помещение, трое мужчин приобрели зуборезный станок, вертикальный и горизонтальный фрезерный станки и цилиндрический шлифовальный станок. Таким образом, компания была готова разделить всеобщие процветания в годы, предшествовавшие началу Первой мировой войны в 1914 году. К 1913 году предприятие стало настолько успешным, что заняло весь ткацкий цех, и в течение двух лет, предшествовавших началу Первой мировой войны в 1914 году, выпускало 250 токарных станков в год. Хотя к 1918 году, в последний год войны, и под давлением ее требований, производство достигло 600 станков в год. Ранние токарные станки маркировались не Уилсон, а Смит Бакер и Уилсон Халифакс, или СБВ, когда произошел переход на использование только Уилсон неизвестно. Но даже в 1921 году в ежегоднике Mechanical Walls были опубликованы рекламные объявления компании под ее первоначальным названием. Несмотря на то, что к выставке станков 1920 года компания представила токарный станок с рядом новых функций, первые годы того десятилетия были временем медленных продаж станков, и фирма была вынуждена браться за работу под подрядом и субподрядом, и производить единичные станки для различных профессий, не связанных с их обычным бизнесом. Компания Уилсон производила огромное количество токарных станков, включая специализированные типы, такие как их предельные модели и более популярные модели, включая ранние 7,5, 8,5-дюймовые, более поздние и тяжелые 7,5, 8,5, 10,5 и 12,5-дюймовые, редкую 12-дюймовую центральную косую станину, указанную как МК-11, 8,5-дюймовые Питтл и Питаг 1950-х годов и новую 11-дюймовую модель 1960-х годов. Однако наиболее часто сегодня встречается 7,5-дюймовый на 24. Слант Бэд – машина, разработанная в 1950-х годах для образовательных и учебных заведений. В более поздние годы он в некоторых количествах экспортировался в Америку и Канаду компанией «Эллиот» в виде слегка модифицированной модели «Энсин». Токарный станок имел две необычные особенности – полное закрытие ведущего винта и силового вала за парой крышек с пружинными роликами, и станина с закаленными и шлифованными направляющими, расположенными так, что передние направляющие были намного выше задних. Закрытые валы в передней части станка, безусловно, понравились колледжам и учебным заведениям. Достаточно большой для установки конуса Морзе-5 шпиндель бабки с отверстием 1,56 дюйма имел втулку Морзе-3 и носовую часть, оснащенную конусным ключом американского стандарта. Шпиндель работал на конических роликовых подшипниках и приводился в движении односкоростным трехфазным двигателем мощностью 2 л.с. с 9 скоростями вращения в диапазоне от 52 до 954 оборотов в минуту. В качестве опции на поздних моделях можно было выбрать диапазон скоростей от 84 до 1550 оборотов в минуту или с двухскоростным двигателем мощностью 2 и 3 л.с. от 42 до 1550 оборотов в минуту. Рычаг в верхней части бабки приводил в действие сцепление при перемещении в сторону и тормоз шпинделя при нажатии вниз. Поздние модели получили усовершенствованный механизм, узнаваемый по большому четырехугольному корпусу к окружающему точку вращения рычага сцепления. Очень поздние модели также получили усовершенствованные рычаги выбора скорости вращения шпинделя, которые вместо того, чтобы быть уязвимым для случайного нажатия рукой, должны были вдавливаться внутрь под давлением пружины, прежде чем их можно было переместить. На этих токарных станках сцепление было удалено, а его рычаг использовался для управления электрическим выключателем и тормозом, эффективность которого была пропорциональна усилию, прилагаемому к его рычагу. Система была объединена с кнопочным управлением, по одной для прямого и обратного хода. Они были установлены на передней поверхности крышки сменного колеса. Эти поздние станки легко узнать по секторной форме крышки диафрагмы скоростей над рычагами скоростей шпинделя. Ведущий винт приводил в движение погруженную в масло винторезную коробку подач, которая давала 40 английских и 8 метрических рейс. Поперечные и верхние салазки были усилены и оснащены упорными подшипниками и особенно прочными винтами подачи, что обещало медленный износ и долгий срок службы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok